Девчата, доброе утро! Девчата, доброе утро! Рад вас видеть в нашей студии. Ну вот прям как Ильф и Петров совместно трудились над пусть и небольшим печатным произведением, которое сейчас в руках у Сергея находится. Как это выглядит? Как вам вообще пришла в голову такая идея, не знаю, отметить положительные и отрицательные места на карте Красноярска? Так, получается в рамках курсовой работы по предметам... Общественным движениям в градостроительстве вот нам пришла такая идея. По мотивам, скажем так, другой лекции на другом предмете, на градостроительном анализе нам рассказывали про вот такой метод исследования городского пространства, как психогеография. Там на самом деле очень много разных методов исследования. Вот мы выбрали, скажем так, метод с карты, то есть как бы путешествовать, отмечать свой маршрут и фиксировать эмоции, которые у нас вызывают в определенное время, когда мы пошли на исследование. Где-то километров 12 вы прошли, получается. Эти эмоции, они касаются, не знаю, архитектуры города, либо каких-то мест и что-то с ним связано. Вот, например, ну вот просто давайте попробуем. Вот набережная у нас, да, здесь... Восхищение и умиротворение. То есть здесь вызывало не только место, а вызывало, возможно, какой-то вид или объект, который я вижу. То есть не обязательно это должна быть архитектура, как вот объект или фасад. Это те эмоции, которые вы испытываетесь, прогуливаясь по этому месту. Да, да, абсолютно. Хорошо, но тем не менее стоит отойти, например, на 250 метров в сторону ЗАГСа, и там уже... Равнодушие, по-моему. Равнодушие. Да, то есть там, по-моему, находится бульвар дальше, да, и он не вызывал у меня никаких, в принципе, эмоций. Я просто шла, а он не такой уж интересный, на самом деле, да. Это же, по-моему, в то время года он был не так сильно... Ну, чтобы ты не знаешь, что я там живу, ну... Не так сильно приукрашен там, либо еще как-то. Да, это еще время года, возможно, вызывало такие эмоции, потому что вид оттуда был на островок небольшой, а там в то время года не было ни листьев на деревьях, ничего было, есть просто сухие ветки. Делать в ноябре, и поэтому тоже, как бы, естественно, и время... Тогда нужно делать вам летнюю и зимнюю, может быть, где-то там просто не нравится, как себя становится. Потому что, вспоминаю я осенью или весной возле парка, бывает, огромное количество ворон собирается, и радости и счастья это тоже не вызывает. Хотя в парке, в принципе, хорошо. А где-то прям ужас. Это от чего могло такое вот создаться? Получается, мы же сначала как бы фиксировали свои эмоции, а потом разбирали, что повлияло на эти эмоции. Наверное, пробки там были. Возможно, там была неблагоприятная среда или, скажем так... Может быть, там был перекресток, где ей стало страшно, ну, то есть машины едут так, что невозможно перейти дорогу. Это тоже могло... Таня, по-моему, пошла днем, да? Я просто пошла вечером, и, то есть, когда уже было темно, и были такие участки плохо освещенные, где было безлюдно, и это все влияло на эмоции, то есть, как бы, и от времени суток тоже зависело. Ну, тут, я так понимаю, есть еще, вот они, те же самые эмоции, которые можно было и вам испытывать, и вы, собственно, сделали. Сначала свою карту, а этот человек может уже сам пройти, прогуляться. Да, то есть наша карта, как для примера, это же для каждого субъективно, и потом мы предполагали, если, ну, скажем так, в дальнейшем думать, что карта, ну, буклет может распространиться, то каждый житель может создать свою карту, как бы, своих каких-то мест. Отметить маршрут и отметить наклеечками эмоции, да. Ну, в дальнейшем можно было бы выявить какие-то благоприятные или неблагоприятные участки, которые можно было бы обратить внимание. Да, и потом, возможно, администрация. Если с карты немножко разобрались, то вот на столе у нас еще и макеты такие какие-то интересные. Да, и, кстати, они очень удобные в плане презентации. Да, и демонстрации, вот, пожалуйста, главное, чтобы ничего не развалилось. Да, абсолютно. Раскладываются города между другом просто, абсолютно. Просто как в кино. Ну, расскажите, что это за... Спецэффект. А их так и создают. Что это за кварталы? Это проект комплекса микрорайонов, скажем так, Солонцы-2. Это вот находится рядом с существующими этими Солонцами. Это по развитию города, ну, то есть, если мы посмотрим на генплан Красноярска, город развивается в ту сторону, в северную часть. И есть даже проект планировки от граждан проекта Солонцов-2. Но у нас в институте мы, скажем так, предлагаем свой вариант развития этой территории. Это все, получается, только проект, да? Да, конечно, это все проект. Вот это и вот это делали мы с Лерой, а там с нами еще была студентка. То есть мы делали втроем у нас вот комплекс микрорайонов, общая концепция развития там и все такое. А здесь как бы, ну, просто некая красота в нахождении улиц, в том, как они друг к другу расположены. Или есть в этом какое-то определенное решение, объяснение к тому, что, например, здесь, допустим, где-то мы видим школу, здесь еще что-то, здесь больница, здесь сад. То есть мы отталкивались от среды. То есть сначала как бы, как градостроители действуют, анализируют существующие, да, что на территории находится. И в какие-то, то есть, допустим, здесь проходят в этой части, в Северной, линии электропередачи, от которых нужно. Да. А также там проходило Северное шоссе и идет магистральная дорога авиаторов. То есть, исходя из этого, мы понимали, что, например, нужно оградить застройку, допустим, от ЛЭП, от дорог нагруженных. И также там идет мощная зеленая полоса, существующая, значит, ее нужно сохранить. Да, есть высадки, тополины, вот, то есть вы видите, да, вот это вот. То есть это мы, да, это существующая, как бы лесополоса, мы все втроем ее сохранили и сделали из нее парковую зону. Я думала, это вообще речка. Ну, зеленая, почему-то, да. Какая? Это сейчас правильно состоит? Да, 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 то есть вон там Северное шоссе у нас идет по диагональке. А это как в Нью-Йорке парк практически. Да, то есть получается что-то вроде, но это получается непрерывный такой линейный парк, скажем так. Также у нас есть горизонтальные вот эти связи рекреционные. А вот такие карты, они вообще помогают, в принципе, разбираться, что стоит добавить, что... Ну, то есть увидеть какие-то вещи, которые, например, в голове на бумаге просто так сразу не замечают. Да, мы всегда делаем черновые макеты, то есть как бы идет параллельное проектирование, то есть потому что, когда ты начинаешь поднимать уже плоскости... В объеме, да, видишь. Так лучше и нагляднее понятно, где что добавить, что убрать и все такое. То есть, если, например, я живу бы в этом доме, то я могу бы понимать, например, какой бы обзор у меня из-за этого представляется. Знаете, как вот мы можем, например, представить сценарий человека. Я живу здесь, и мне нужно попасть сюда. Да, и как я это сделаю? И вот ты вот прям пальчиком вот так вот можешь повести, где мне будет удобно пройти, где мне не помешают машины проехать. Это очень удобно, то есть вот так вот по-детски, да, просто посмотреть, пальчиком поводить, как тебе удобно будет пройти. Если ты понимаешь, что у тебя здесь где-то барьер, ты такой лезешь в чертеж, там это все убираешь и заново поднимаешь в объеме. Основная была еще главная идея, то, чтобы был путь непрерывный, то есть как бы не прерывался какими-то трассами, проездами. Ну, тем не менее, вот, например, вокруг вот этого, хотя это целый микрорайон, я не знаю, куска микрорайона, очень удобно сделана, я так понимаю, проезжая часть. Да, это улица авиаторов, это шахтеров. Ну все, Сергей, захотелось из центра города переехать в новую колонсу, я уверена, да? Уже выбрал себе домик, присмотрел. Кстати, вот с точки зрения молодых перспективных архитекторов, чего сегодня не хватает в Красноярску нашему, как вам кажется? Транспортная система, да? Да, скорее всего, это сейчас обсуждается очень ярко. Конечно, удобной транспортной системы, удобного общественного транспорта, скорее всего. Да, вот это самое главное. Потому что как техники, так и самой системы техника вообще все не жалуются, это всегда у нас очень актуально, каких проблем у нас только не было. А насчет сети, это вообще отдельный разговор, это отдельно просто надо передачу сделать и об этом разговаривать. И не с нами, а с настоящим бизнесом. Новые микрорайоны будут строиться уже с учетом всех вот этих вот нюансов, которые вы теперь знаете, и мы надеемся, что наше будущее вот в надежных руках. Большое спасибо, что пришли к нам, да еще не с пустыми руками, вот так вот тут все наглядно показали и рассказали. У нас в гостях сегодня были студентки Института архитектуры и дизайна СФО Татьяна Носкова и Валерия Поспела. Спасибо большое, что пришли к нам.